В интернеты. Окунемся в интернеты, друзья. Мы только оттуда вылезли. Наша любимая. Да, вновь актуализировалась тема с различными доменными именами, которые возможно или невозможно зарегистрировать в зоне .ру и в зоне .рф. С точки зрения, все помнят, вывесили огромные списки слов, которые не принимают для регистрации. На 95% эти списки состояли из различных вариантов, порой, кстати, очень удивительных и абсурдных матерных выражений, то есть, что называется, бэд лексик, плохой лексики. Плохой лексик. Да, да, да. Различные ругательные слова. Но там встречались как раз слова, которые попали удивительно, как в этот список, потому что ничего, как нам кажется, не несущее в себе, а на самом деле не исключено, что несущее. Сейчас такая же проблема с доменной зоной .ру, то есть там тоже в ближайшее время станет невозможным регистрировать слова гадкие. Гадкие, мерзкие. А вот кто нам объяснит, по какому принципу и как это будет работать, по какому принципу создавались эти списки. Редко Пылов Сергей Александрович, представитель координационного центра национального домена сети интернет. Все правильно? Все правильно, абсолютно правильно. Вот это... Вот эта улица, вот это, по вниманию, дом. Да, когда эти списки появились для доменной зоны .рф, в русскоязычном написании, конечно, все блоги взорвались каким-то хохотом, аналитикой и прочим, и прочим. Потому что там список порядка более тысячи точно слов. Причем я там сегодня освежал в памяти, потому что, во-первых, интересно, а во-вторых, очень-очень много про словообразование в русском языке узнал. Конечно, познавательно очень, да. Кто вот эти списки и по какому принципу составлял? Составляла группа лингвистов и обращались в институт русского языка. Собственно говоря, потом это сделал один человек, все собирал и... Один человек? Бедняга. Я открою маленький секрет, только называть не буду. Это была девушка. Девушка? Да, мы просто сочли, что у женского пола более устойчивая психика. Я представляю, что она говорит, когда у нее чашка подойдет. Чашка подойдет. Или в клубе к ней клеится человек. Она очень в этом плане спокойна. И когда вот это все собиралось и вошло в этот стоп-лист, понятно, что в спешке там были, ну, куча абсолютно ничего не значащих для обыденного уха словосочетаний, которые по разным словарям почему-то выходили как абсолютно непристойные выражения. Например... Еще раз, Сергей Александрович, по некоторым словарям они были непристойными? Непристойными. Например, что-нибудь говорит слово лэг? Лэг? Лэг. Лэ-э-кэ. Нет. Ну, и вот эти словари-то, а на самом деле это оказалось... Там много слов. Дайте внимание, что это оказалось. Это оказалось что-то из сферы деятельности лесбийской любви. Лэг. Лэг. У нас сегодня прям темы мягко перетекают и одна в другую. Да, у вас-то как раз я вот выходил и слышал о кольчении вашего разговора. Нет, там очень много из, там, жорганизмов, из какой-то там воровской лексики. Примерчик легкий можно, чтобы люди поняли, о чем речь? Ковырялка. Ковырялка. Ковырялка.рф невозможно. Срегистрироваться. А почему ковырялка? Я объясню, скоро будет возможно. Почистить строение. Сейчас, да, сейчас вот будет проводиться эта работа, которая по чистке этого списка. Понятно, что там много излишних имен. И они будут выпускаться в свободную регистрацию. Друзья. Сейчас, извините, Сергей Александрович. Леш, сходи на сцену. Я просто, правда, дай нам десяточек, дай нам, потом садись и дальше продолжим беседу. Я вам более того предложу, да, так как у нас у нас человек, который напрямую связан с составлением этого списка, я вам предлагаю в аналог виселицы поиграть. Я загадаю вам одно слово, которое невозможно зарегистрировать в качестве доменного имени. Ну, почитай, правда, хоть как. Сейчас почитаю, да, одно загадаю, остальные просто сообщу, ну, чтобы вы знали и попусту не тыркались в интернет, пытаясь зарегистрировать. Ну, просто, это правда очень смешно. Ну, ковырялки пока нельзя. Ковырялку нельзя. Выпечуживаться, Анатолий. Выпечуживаться? Как бы вам не хотелось, нет. Зазуля. Стоп. А Зазуля, вы в курсе, что это кокус? Я не лингвист, к сожалению. Зазуля нельзя. Я скажу, что весь список прочитать одному человеку достаточно заблудительно. Хотя звучит, конечно, двушмысленно. Но вы герой на самом деле. Я просто самообразовывался. Летка Йенка попала, понимаешь? Летка Йенка. Это же танец, детский, летка Йенка. Он и в песне воспет. Да, да, да. Попал куда этот... Подвальчик, порочная, разбазаривать. Титечка закрыта. Титечка закрыта? Титечка. И харикришничать. Слышишь? Харикришничать? Харикришничать. Глагол. Не надо кинуть за титечку. Давайте я просто ради фаны и игры просто одно слово сгадаю. Харикришничать, это как? Подожди, а кто искал Кураев? Нет насчет того, что... А потом, говорит, вы ее катехизисните. Помните? Слово найдет. Это же недавно было. Есть, есть, есть. Да нет, друзья, любое слово можно использовать... Это что такое? Слово из... Раз, два, три... Из... Семи букв. Здесь шесть. Семи букв. Семи букв. Семи букв. Ну, насколько я могу судить, это глагол, друзья. Там, сейчас будем разбираться. По-моему, этого уже достаточно. Давайте быстро. Давайте прямо букву. А. Буквы А нет. Нету, С. А, нет, сразу, не шесть. Переход кода. К. Как это делать? Э, почему ты опять? А. Режи палку, да. Да. Сергей. Ну, давайте С. С. С нету. Слушай, здорово. Буква Л. Есть. Давай. Раз, два, раз, два, три, четыре. Л. Ну, если это глагол, тогда мягкий знак. Мягкий знак, конечно. Конечно. Илюха. Ну, если мягкий знак, то СТ. С нету. Или СТ. Т. Есть. С нету. Ну, Т. Вы неплохо идете. Да, да, ведь. Ну, чудесно. Так. Значит, О должно быть. О нету. Да. Продолжаем. Давайте Е. Е нету. Да, шо ж такое-то. Ножки рисовать или так вас вешать? Сейчас мы повесим создателя списка. Давай, вешай. И. Есть. Лить. Лить. Афина лить. Афина лить. Да, что-то. Афина лить. Есть предположение, может? Зе. Зе нету. А какое слово ты хотел здесь увидеть просто? Нет. Мое самое любимое слово от контрапупить. Ну, это сюда не... Я думал, может, козлитель или что-нибудь такое. А букву К мы говорили? К. Не говори. Не говорили? Тогда не будем. Не надо. Нет, он посмотрел на вишню. Не надо. Да. Давай Б. Ш. Бэшечка. Ну, конечно. Более того, друзья. Их две. Раз. Хорошо, что не одна за другой. Сектор Принц. Два. Баблить. Нет. Эй, как же. Одна буква. Может быть, У. Да. Бублить. Конечно. Друзья, сайт bublet.rf невозможно. В соответствии с нынешними списками. Спасибо за звонок. До свидания. И за секунду, да. Белый тренажер предлагали. Белый тренажер предлагали. Предполагали. Вот. И как будет обстоять теперь, переходя к сегодняшней новости по поводу того, что такие же списки появятся для зоны, которые, ну, для адресов, которые пишутся латиницей. Ну, да. На самом деле все очень просто. Правила-то они сейчас у нас написаны, сделаны. Но единые правила для РФ и РУ зоны. Поэтому нельзя сделать там два разных стоп-листа. Вот здесь есть стоп-лист, здесь нет стоп-листа. Он, естественно, будет. Ну, единый, да. Ну, технологически разные, но в правилах один. Но понятно, что в латинице он будет гораздо меньше, чем в русском языке, потому что русский язык, он великий мог. Я вообще-то думал, что наоборот должно быть больше. Потому что, ну, большинство слов из тех, которые есть в русскоязычном списке, пользуясь английской транслитерацией, можно напечатать по-разному. Ну, практика покажет. На самом деле стоп-листа как такового до зоны РФ юридически не было, фактически был. То есть вот нельзя было зарегистрировать слово из пяти букв, но не слово счастья. Стоп, это очень важно. Опять играем? Нет, нет, я зачитаю просто. Что на сегодняшний момент в зоне РУ, якобы, журналюги пишут, запрещено только одно доменное имя. Это пятибуквенное бранное слово, которое можно однозначно написать латиницей. А больше мы не будем вам помогать. Это слово счастье, да. Нет, это не так. Там существует много слов, в том числе и трехбуквенные, и четырехбуквенные. Кому плохо от этого? Кому плохо, что нельзя зарегистрировать слово из пяти букв? Ну, как бы это из разряда морали. То есть, ну, что значит нельзя? Его можно зарегистрировать в другой зоне, пожалуйста. Ком, например? Да, ком, там нет. То есть этому слову нет, можно зарегистрировать. То есть пять букв, точка ком, это нормально, и понятно, что все одна зона-то. А пять букв, точка ру, это как-то уже... Это разная ответственность за эти зоны. Нет, дело не в ответственности. Ком, он регистрируется на Западе, и здесь регистратура западная. Я пытаюсь понять вообще вот изначальной идеологии этого проекта. Вот вопрос главный, философский, зачем? Потому что мы, то есть, есть всегда святая цель оградить наших детей от этого зла. Да, совершенно верно. Но мы же понимаем, что любой запрос там в поисковой строке любого поисковика выдаст нам такое неожиданное разнообразие всех этих злов и того, что они обозначают. Ну, вот смысл какой? Я вам объясню. Нельзя стремиться вылечить весь мир, да, или исправить весь мир. Но надо делать маленькие шажки. В наших силах делать это в русской зоне. Русская зона на сегодняшний момент – это РУ и РФ, которая растет небывалыми темпами. Уже на всех конференциях рассказывают как феномен рост доменной зоны РФ. Просто как феномен. Уже почти миллион. А прогнозировали, насколько я помню, с момента старта открытой регистрации, к концу года прогнозировали, ну дай бог, 200 тысяч. И уже почти миллион. Понимаете? То есть домены оказались востребованы. При этом РФ-шные домены, они чем отличаются от латинского написания? Ведь 63 символа, от 2 до 63. Это в самом названии домена можно целую поэму написать. Можно. И у вас в списке эти поэмы есть. Да. Я видел. И эти поэмы. Вот сейчас с РФ-шной зоной разобрались, посмотрели, как она работает. Опробовали ее живьем, на себе. Вот сейчас мы начинаем чистить этот стоп-лист. Ну понятно, половина уйдет. И более того, там в правилах специально мы записали, что они будут освобождаться ровно так же, как эти освобождающиеся доменные имена. То есть заранее будем предупреждать, какие доменные имена выходят из этого стоп-листа. Друзья, бублить доступен. Будет доступен. Будет. Будет. Я вообще даю личное честное слово, что бублить будет доступен. А вы должны. А подвальчик. У меня вопрос. А что значит бублить? Я собирался вечером просто побублить. Не надо, не надо. Нет, вот бублить не надо. А что это значит? Вы знаете правду? Я не могу это говорить. Это, как я понимаю. Ну эвфемизмом как-нибудь. Я знаю. А вот то же самое, что от диванить. Да. Вторшерить. Нет, вот тут как раз я бы не хотел. Но это отличается от контрапупить. Попрошу заметить. Друзья, я хочу, знаете, какой вопрос задать. А вот такие странные слова, да, именно слова, которые, например, разбазаривать, подкупать или еще что-то, которые явно не нормативные, но какие-то, с какой-то политической окраской. Они выйдут из стоп-листа? Да, конечно, выйдут. А почему они туда попали? Они попали, потому что они оказались в каком-то словаре эвфемизма. Разбазаривать? В каком-то. Которое означает что-то. Ведь когда загружается... Может быть в чьем-то, а не в каком-то? Нет, в каком-то, когда загружается электронный словарь этих слов и выражений, он просто попадает в базу. Ну, физически это невозможно. Если бы сидел действительно человек... То есть человек сидел, вот за что глаз зацепится, он что-то мог отсеять, да. Но старт-зоны, вы помните, он происходил достаточно быстро. Этот стоп-лист приходился на последние буквально там недели. И поэтому вот что человек смог заметить, пока с моплем не закричал, хватит, я больше не могу это читать, да. Ну, не так, он закричал. Если бы он сидел хотя бы пару часов, он закричал не так. Закричал не так, да. Ну, я, естественно, утрирую, да. И вот это попало в базу. То есть разбазарить точка РФ можно будет зарегистрировать? Что ты хочешь разбазарить? С точки зрения здравого смысла... У меня я просто не понял, почему это попало. Нет, минуточку, с точки зрения здравого смысла все имена, словосочетания, которые с точки зрения здравого смысла ему не противоречат, они будут все вынуты из топ-листа. Нет, я объясню, извините, пожалуйста, можно я Илюхе объясню? То есть, условно говоря, вот тот человек, который как бы с меня хватит, доколе я могу читать, на самом деле мы понимаем, что он говорит. И предположим, если бы вдруг перевели бы это, перевели бы на приличный телевизионный иродийный язык, его слово, просто, они отбублили мой мозг своими идиотическими, то, вот, приходит профессор и говорит тебе, а вы когда говорите слово «отбублить мой мозг», вы что имели в виду? Ты говоришь, ну и вот, что они в жесткой форме, ты говоришь, да. Окей. Слово «бублить» внезапно, ты просто так его отбывал. Попадает в словарь эвфемизмов, совершенно справедливо, совершенно корректно, совершенно законно туда попадает. И с этой минуты, Илюха, это слово значит ровно то, что ты в него вложил. Как Шалтай-Болтай все время объяснял Алисе, говорит, «света, воздух, водонепроницаемость». Он говорит, что это значит? Он говорит, ну, это значит, тебе надо идти по этой дороге прямо, пока не упрешься в стену. Он говорит, а почему это слово это значит? Он говорит, это слова значит, что я им приказываю, у меня с ними там отношения, все так. То есть мы опять возвращаемся к тому анекдоту про иллюминатор, да, кто что увидит? Да. Нет, кто что услышал. А то бывает и простая печатка, как в анекдоте про замолаживает. Помните слова Режегова, да? В этот же старый добрый анекдот хороший. Расскажите. Когда, по-моему, Режегов, да, когда известный собиратель слов, народных выражений садится в сане и натягивает тулуп, и ему очень говорит, замолаживает барин. Он говорит, о, как тут слово интересное оказывается. Хорошо, дописал, замолаживает, хорошо. Говорит, а сильно замолаживает-то? Сильно-сильно, кутлу бы доблаться. Слушайте, и последний вопрос. Когда появятся списки для .ru стоп-листа? Вот те имена, которые уже зарегистрированы, они будут как-то отбираться? Просто, мне кажется, Антону Носика интересует этот вопрос сейчас, потому что... И его LiveJortal. Слушай, Антон Носик зарегистрировал свой знаменитый ник. Вот, у меня и вопрос по этому. А с конкретно совершенно целью? Система регистрации работает почти у всех регистраторов, ну и у всех регистраторов, в автоматическом режиме. То есть, какой-то вот, когда домен регистрируется, он идет в автоматическом режиме, где-то он будет, ну, сверяется. Если будет стоп-лист, он будет сверяться со стоп-листом. И если вот противопоказаний нет, он пошел на регистрацию. Деньги выплачены нет. А те, которые уже зарегистрированы и функционируют, но при этом являются в той или иной степени... Стоп-лист предусматривает наполнение и постфактум тоже. То есть, они не будут продлены и будут аннулированы и примечены стоп-лист. Вот, а ты говоришь. Да-да-да. Я помню, Носик комментировал, почему у него такой удивительный ник, он говорит, а чтобы не добубливались до меня все, кому не лень. Средство информации, что в прямой не цитировали. Да-да-да, что в прямой не цитировали, но он мне это говорил. Говорю, что теперь после того, как появится стоп-лист, у Носика будет не долб, вот-дун-дун-дун. Да он есть этот стоп-лист, он будет чиститься просто. Он будет называться просто дурак.lifejournal.ру. Как самонаполняемый контент. Это проще. Ну, проще, конечно. Там столько всяких... Ну, я думаю, Антон найдет какое-то новое решение. Надеюсь, что... Все мы найдем новое решение. Все поняли? Ибо, как правильно сказал Сергей Александрович, он же он, и мы, соответственно, велики, богаты и могучи. Мы такое придумаем, мало не покажут. Вот они и будут пользовать, и будут сами наполнять. Мало не покажут. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.